Дорожная разметка, ее качество и главное долговечность всегда вызывали много вопросов у обывателей. Первая остановка проверяющих улица Салтыкова-Щедрина. Там начали обновлять стершуюся разметку. Основная задача пешеходные переходы и вот небольшие полосы, а большую работу, две бригады, которые работают в ночь. Они сегодня в ночь сделали довольно много по улице Комсомольской, Комсомольской. Работа, как вы видите, началась. Окончание работы, первый этап, должен быть завершен 1 мая. Работы будут проходить в два этапа. Сначала нанесение краски, затем термопластика. Обновить разметку планируется на всех улицах города, так же, как и отремонтировать все 65 дворовых территорий, которые вошли в список благоустройства на этот год. На сегодняшний момент по 64 заключены контракты. На 17 из этого списка уже начаты работы подрядчиков. По 64 все подрядчики понятны, все известны, соответствующие контракты заключены. Сроки исполнения контрактов у нас заканчиваются 1 сентября. До данного момента времени все дворы должны быть выполнены. Стоимость этих работ около 155 миллионов рублей. Гарантия на ремонт 4 года. По-прежнему подход у нас остается, как и в 2019-2018 годах, это отсутствие авансов подрядчикам, оплата работ по факту их выполнения при наличии заключения лабораторий. Финансирование, которое мы получаем из реального и областного бюджета и программы, предусмотрен определенный вид работ, который мы можем выполнять. Это асфальтирование, бортовой камень, бордюр, освещение, а также скамейки и урны, малой архитектурной формы, так называемые. В свою очередь, мэр Василий Новиков отметил, что несмотря на возникающие трудности и проблемы, связанные с коронавирусом, намеченные планы необходимо выполнять. Подключаем всех, и депутатов в том числе, и смотрим работу в взаимоотношениях с управляющими компаниями, в комплексе, так сказать, межведомственные вещи. Они возникают, эти вопросы. Желание жителей, требования жителей для нас основная позиция. Это вот сегодня, так сказать, основной вектор, которым все должны работать. Помимо дворовых территорий, им он придет и на городские дороги. В этом году планируется отремонтировать 10 участков на общую сумму 380 миллионов рублей. На четырех из них работы уже начаты. Недавно в городской администрации был утвержден порядок, согласно которому перевозчики могли самостоятельно регулировать количество автобусов на маршрутах в связи с понижением пассажиропотоков в сцеложившейся ситуации. Обязательным требованием было обеспечение перевозок в период с 6 до 9 часов утра и с 16 до 20 часов вечера. Теперь же в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки право самостоятельно составлять для себя льготные графики перевозчикам предоставляться не будет. Приняли решение для этого поручения управления городского хозяйства не сокращать количество подвижного состава на улицах города Орла, чтобы не допускать скопления пассажиров как в автобусах, так и на остановках. Поэтому соблюдать графики движения, которые предусмотрены заключенными муниципальными контрактами на транспортное обслуживание населения в городе Орле. Согласно распоряжению городадминистрации, водители общественного транспорта обязаны иметь маски, перчатки и дезинфицировать салон. Но зачастую они благополучно об этом забывают. Будем наказывать, заверил Александр Муромский. Олег Курдаков, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.